Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Есть вопросы». Сегодня мы поговорим о восстановлении в городе Самаре памятнику императору Александру II. Как мы помним, этот памятник был в свое время на той площади, которая сейчас носит имя «Революция». В студии гости Валитов Гумарзефарыч, депутат Самарской Губернской Думы, депутат фракции КПРФ. Здравствуйте, Гумарзефарыч. Здравствуйте. Алиса Ушин, Гриф Владимирович, доктор исторических наук, профессор Самарского государственного экономического университета. Добрый день. И Каббатов Петр Сеофимович, профессор, доктор исторических наук, заведующий кафедрой российской истории Самарского государственного университета. Добрый день. Здравствуйте. Господа, или я даже не знаю, как товарищи. Коллеги. Коллеги, вроде бы мы должны были вместе где-то учиться. Друзья. Скажите, а кто выступил с инициативой восстановления памятника Александру II и с чем это связано? Ну, эта инициатива возникла давно, еще в те годы, когда существовал общественный комитет Самары, и когда началось движение за возвращение областному центру исторического имени Самары. Проводились топонимические комиссии, и вот одна из идей все-таки состояла в том, чтобы попытаться, во-первых, найти этот бюст императора и фигуры. Это бюст. Да, бюст и фигуры. Статуи. Статуи. Там бюст или фигуры? Статуи. Ростовая статуя. Ростовая статуя называется. Извините. Но в тот момент, естественно, ситуация, она складывалась таким образом, что мы не могли до конца довести эту идею. От начала 90-х, да? В конце 80-х, в начале 90-х. Но одновременно вставился вопрос и о том, чтобы был сооружен памятник основателю Самары Григорию Осиповичу Засекину, первому воеводе и строителю. Вот. И во времена Лиманского, вы помните, был осуществлен такой акт, установили закладной камень. А вот в этом году, в сентябре месяце, наконец, памятник Засекину будет установлен. Ну, а сейчас, в общем-то, мы вновь обратились к этой идее, и возникла такая группа, общественный комитет, деятели культуры, которые написали письмо и выдвинули эту идею о том, чтобы... Вот. И это согласуется вот с той памятной датой, 400-летием дома Романовых. Вот. Во многих местах устанавливаются подобные памятники представителям династии. И вообще идет переоценка деятельности династии. Дело в том, что не такие уж были плохие императоры, как это иногда писали в наших учебниках. Вот. Вот. Но мне кажется, что вот эта идея, она достаточно плодотворна. И главное, что мы можем воспроизвести вот этот проект скульптора Шерлуда. Вот. Сам по себе этот памятник был весьма уникальным. Ну, Глеб Владимирович сейчас расскажет более детально об этом. Глеб Владимирович, ну, кстати, вот вопрос, знаете, какой. Как он возник, памятник? И вот с чем было связано появление памятника Александра Второго в Самаре? И когда это произошло? Ну, во-первых, в 2018 году мы будем праздновать летие со дня рождения императора Александра Второго. Так что одной из идей и какой-то вот временной для нас ориентиров, это вот как раз является 2018 год. Во-вторых, это человек, который преобразовал древолюционную Россию. Это был системный реформатор, на мой взгляд, с гениальным видением будущего, к сожалению, не доведенным до результата, потому что его убили народовольцы. Почему? К сожалению, потому что буквально несколько месяцев оставалось до принятия первой российской конституции. Вполне возможно, что после этого все развитие нашей страны пошло бы не так, как оно могло бы пойти или не так, как пошло. Это человек, который облегчил жизнь арестантов, человек, который создал земство, это человек, который преобразовал жизнь нашей губернии. И именно после его системного вмешательства в нашу жизнь мы стали той самой житницей Европы, Канады, Америки, которая славилась в мире именно на этом уровне. И вот, когда пришло страшное известие о том, что очередное покушение на его жизнь все-таки было доведено до конца, в 1981 году Александра Второго не стало, в Самаре сразу же пошел отклик на создание этого памятника. Очень ценное. Несколько моментов. Первое. В Самаре до этого не было ни одного памятника вообще. Никому. То есть, в принципе, никакого? Вообще. То есть, первый памятник, который был поставлен... Был примерно параллельно какое-то время поставлен памятник Екатерине, но это была губерния. Это был не город. То есть, первый памятник в Самаре установлен Александру Второму. Это раз. Второе. Полнороссный памятник. Это очень важно. У нас были еще три бюста до революции. Это Антона Николаевича Шахабалову, купцу Соколову и, естественно, Пушкину. Вот три бюста. Больше вообще не было памятников. И деньги собирались народные. То есть, деньги собирали люди сами. Деньги давал городской бюджет. И, естественно, что памятник был установлен фактически на народные пожертвования. Можно сказать так. В этом памятнике выразилось отношение самарцев к этому человеку. Я не буду говорить о всех императорах. У меня ко всем императорам очень разные отношения. Но Александр Второй занимал всегда в чайнях самарцев особое место. И не случайно, когда Петр Владимирович Алабин проводил попытки создать день празднования города. Праздновал 25-летие самарко-губернского города. Это было привязано к изоминисту Александру Второго. И таким образом день города – это во многом парафраз на тему дня рождения императора. И вот те события, которые произошли потом, после 1917-1918 года, свидетельствовали о том, что самарская публика желает, чтобы этот памятник стоял. Но политические веяния, естественно, привели к замене памятника. Потому, что я понимаю так, что сняли не памятник Александру Второму, а памятник императору как таковому. Ну, от царской власти. Да. И поэтому... Да, симул. Симул. Поэтому и мы сейчас не говорим о восстановлении символа императорской власти. Мы говорим именно о восстановлении памятника именно Александру Второму. Тем более, что в следующем году у нас 150-летие земства. А земство – это тоже продукт деятельности Александра Второго. И мы первые в мире, в России, кто открыл земство. И это тоже связано вот с этим человеком. Поэтому мы замысл. Ну, сейчас, как я понимаю, постамент только остался от этого памятника, если я не ошибаюсь. Ну, постамент там чуть-чуть подправленный, измененный. С него ободрали барельефы. У него изменили верхушку. Но розовый финский полированный гранит, который был задуман скульптором как основа, да, остался неизменным. А финский, как я понимаю, это какая-то ассоциация, потому что в Хельсинки тоже стоит памятник Александру Второму. Да, мне кажется, еще мы найдем... Да, ну, я имею в виду, не на российской территории. Здесь вот речь еще идет о чем? Вот Алексей Николаевич Толстой, вхождение по мукам в трагоги. Я, когда мальчишка читал вот эту книжку, то три книги, то меня восхитило то, как описывает ситуацию 18-го года писатель. Он пишет, что люди увидели памятник, заключенный в саркофаг деревянный. И в саркофаге он был в течение вот буквально 18-го века, только чехи когда заняли и установилась в власть комучий, он был вновь освобожден. То есть его просто спрятали? Да. Его забили досками? Его забили досками. А потом, значит, в связи с судьбой вообще самого памятника, она неизвестна. Казанцы вот пишут о памятнике, что из памятника выплавляли потом подшипники. Вот наш вполне... Я, наконец, нашел в своем папе, что якобы памятник был сплавлен в Сенгеляй. В Сенгеляй? В Сенгеляй, да. А куда он потом делал все неизвестное? В 80-х годах... В чем Сенгеляй? Ну, видимо, вывозили по воде. В 80-е годы мы пытались найти его во дворах, в подвалах. Вот был такой коровед Василий Круглов. Вот мы вместе с ним пытались и с помощью школьников все это обнаружить, но не удалось. Есть легенда, что он якобы находится на дне Волги, но это мифология. Вообще любая личность, любой памятник обрастает легендами. Но я хотел бы сказать вот о чем. Что мы вообще не ставим вопрос о том, чтобы памятник Ленину принести на другое место. Нет, мы стоим на исключительно таких демократических позициях. Мы считаем, что наша главная задача – все-таки продвинуть эту идею, создать и разработать проект, найти деньги на сооружение памятника. А сам народ, сам мэр найдет место, достойное место для императора, где этот новый памятник будет стоять. Гумаж Иванович, вот вы что думаете? Все-таки вашим однопартийцам-то занят сейчас чужой постамент. Что думаете на этот счет? Стоит восстанавливать памятник Александру Второму? Может, с Владимиром Ильичем место уступить? Все-таки занят чужое. Я могу сказать только так. Мы очень интересный народ. Мы всегда, когда начинаем действовать, мы считаем себя самыми правильными. То, что наши предки жили, они все плохо, все это надо разрушать, все это надо ломать и так далее. Вообще, я считаю, что ломать памятники нельзя. Их надо всегда хранить, сохранить, потому что это память. Коль скоро людей прежнее поколение поставили, он должен стоять на месте. Это первый подход. Второй момент. В сегодняшних условиях, в современно-исторических условиях, мы должны обратить внимание еще на один факт. Вообще-то любая деятельность человека, он должен носить целесообразный характер. Сегодняшний исторический этап, да, ученые, они исследуют, они занимаются этим вопросом. Историки, археологи и так далее, и так далее. Я думаю, сегодня у нашего народа, чтобы какой-то памятник кому-то ставить, надо, по-моему, те исторические, на те исторические личности, которые сегодня у них на устах, которые они сегодня хотели бы увековечить, который отражал бы те объективные исторические события и оказал бы существенное влияние на сегодняшний день в жизни. Это второй момент. И третий момент. Третий, самый важный момент. Да, сегодня не только в мире, но и в стране, и в России, и в Самарской области. В частности, кризис. По итогам первого квартала Самарская область недобрала по доходам более трех миллиардов рублей. Сегодня много проблем в Самаре, в Самарской области. Вот, допустим, возьмем только такой существенный момент. За последние полтора десятка лет заболеваемость раком в Самарской области возросла многократно. Чем это связано? В основе его лежит то, что мы питаемся сегодня. Ну, давайте к памятнику вернемся. Вернемся, вернемся. У нас просто некачественный продукт питания второй. Тайминг, тайминг, тайминг. И воздух, и природа. Вот сегодня бы человек, который взялся бы за решение двух этих проблем – нормальное питание, охрана природой, вот если эти проблемы сегодня историки подняли бы, анализировали бы, ставили задачу, вот им бы потом, они бы сохранили как память и как памятник для себя сделали бы, сохранили бы жизнь людей, вот тогда бы самарские люди сказали бы, вот это памятник. Глазов, давайте обратимся к историкам. Готов ли вы насчет питания? Да, готов. Александра Второго встречали в Самаре в 1871 году. Купец Мясников вручил ему огромного трехпудового осетра в Лохане. Александра Второй поступил вот именно так, как предлагают… Гумар Зуфарыч. Да, да. Ну, я в его лице, так сказать, вижу некое сообщество, поэтому я хотел вообще… Борцов за чистый воздух. Да, да. Так вот, он приказал выпустить этого осетра, предварительно его окольцевали ему хвост, и известно несколько случаев, когда этого осетра вылавливали крутые рыбаки, но, увидев императорское кольцо, отпускали. И этот осетр дожил спокойно до своих преклонных дней. Вот в этом факте я вижу Александра Второго борцом за нормальное питание. Он на это умеет. За экологию, могу сказать, Александр Второй немало предпринял шагов по налаживанию законодательства и по реальным шагам по снижению степени загрязненности Волги нефтью. Это уже была проблема. И вот создание пароходства Нобелей, которые, главное, решили этот вопрос, и были очень популярны в России, они как раз были в этой струе, так сказать. То есть, как раз Александр Второй прекрасный, замечательный пример данного подхода. Что касается снимать-ставить, могу сразу сказать, что мне крайне не понравилась информация, которая пришла из Украины о том, что они начали со снимания памятников. Это было в начале кризиса. Это вандализм. И вот как раз мы сейчас не предлагаем снять памятник. У нас другая задача. Мы предлагаем восстановить памятник. Вообще впервые, я уж не берусь за Россию говорить, но в Самарской области впервые поднимается вопрос о восстановлении памятника. Не создание нового, как Григорий Секунд, хотя это очень был важный для нас памятник, о восстановлении, наконец, исторической памяти. Я думаю, что не лишним будет вспомнить, что именно власть, которая находилась в городе даже не в 1927 году, а именно в 1918 году. В 1917-1919 годах распорядилась снять Александра Второго. То есть, первая пошла на то, чтобы демонтировать это сооружение. Ну, не будем... Не-не-не-не, я сейчас о другом. Я сейчас как раз о том, что мы не стремимся к подобным шагам. Я категорически противник кризиса памятника. Я вообще считаю, что даже памятники Сталину, которые у нас стояли в городе, совершенно зря в 50-е годы были демонтированы. Вы понимаете, что для меня памятник? Памятник для меня – это напоминание о тех, пусть неприятных страницах нашей истории, или, наоборот, приятных, которые должны нам о них напоминать. И вот в этой связи я хотел бы сказать о Куйбышеве. Вы знаете, друзья мои, как-то в 1989 году я ехал в 20-м трамвае, и подбегает ко мне один демократ и говорит, «Надо немедленно снести памятник Куйбышеву». Я говорю, «Слушай, а чем тебя Куйбышев-то досадил? Водки не просит, колбасы тоже». Но смотрим на этот памятник и видим эпоху 30-х годов. Но в словах коллеги я вижу старые мотивы. Как-то когда шло движение борцов за восстановление исторического имени Самары, тоже пеняли. Вот колбасы нет, водки нет, а вы тут собираетесь возвращать в городу традиционное название. Я думаю, что, может быть, мы некоторым кажемся чудаками, но в нашей идее есть ценное зерно. Вы посмотрите, друзья мои, наше историческое мировоззрение, оно очень сильно изменилось. И это очень плохо для нас. Мы оказались Иванами, не помнящими родства. Мы не знаем по существу своей истории. И вот сооружение такого памятника – это еще одна лепта в том, что мы помним вклад Александра Второго в исторический процесс. В связи с этим вопросом и в связи с тем, что Гмарзуфарыч говорил, а вообще вот люди без исторической памяти и без… Ну, вот эти имады, не помнящие родства, они вообще в состоянии наладить ситуацию с экологической… Не в состоянии. …установкой. Однозначно. И победить РАП в конце концов. Они будут воссоздавать все то же самое. Это вот то же самое, когда вот дети приходят в старую, полноразрушенную школу, закончив ее и поступив в такой же ВУЗ, они потом будут воспроизводить все то, что было. Понимаете? То, что они видели вот с малых лет. Наша задача – изменить ситуацию. Ну, вот мы сегодня, наблюдаем, уж вспомнили украинские события. Насколько я понимаю, там ведь всерьез поработали люди с изменением исторического сознания. Я там читал какие-то жуткие учебники истории, в которых написано, что запорожское казачество плавало на подводных лодках и воевало с турками, чуть ли не действующим там каким-то флотом. Я к тому, что, как вам кажется, как влияет изменение исторического сознания человека на его деятельность вообще? Давайте мы к тому, что наши сейчас оппоненты, можно сказать, говорили здесь очень интересный момент. Вот вы сказали о том, что ученик приходит в школу. Вот я был в Китайской народной республике. У них действительно школа – это храм. Мрамор, гранит, все сделано как положено. А посмотрите наши поликлиники. Посмотрите хотя бы вот мой родной паритехнический институт. У нас на углу Вилоновской и, значит, Молодогвардейской была наша кафедра теплотехники, гидравлики. И, значит, и там был такой бардак, все грязно. И рядом стоит еще наш корпус, тоже весь ободранный. Вот студенты приходят туда. Теперь вот это угло здания передали церкови, его сделали великолепно. Вот я недавно встречался с своим профессором. Он уже достаточно солидного возраста, он уже почти не работает. Там иногда приходят, я говорю, скажите, пожалуйста, вот была наша кафедра. Страшно было 15 лет, 10 лет тому назад посмотреть. А передали церковь. Теперь как вы считаете, что думает студент, который учится в ВУЗе и который знает историю этого объекта? Нет, прошу прощения. Нет, нет, я просто к тому, что у нас две минуты. Я слышу, вы что говорите. Самый поразительный. Я вот вопрос вам хотел задать. Студент. А эта кафедра, она рядом с кафедрой научного атеизма находилась или в другом корпусе? КПСС. Нет, научного атеизма. У нас это была кафедра техническая, гидравлика. Рядом с кафедрой научного атеизма? Рядом с кафедрой военной. И недалеко от обкома КПСС. Рядом с военной кафедрой была. Мы там у нас и военной кафедры. Я к чему планю? Потому что если выбросили бога из системы ценностей человека, бога в широком смысле слова, если выбросили историческое сознание человека, то можно ли требовать от него, чтобы он нормально относился к своим образовательным учреждениям? Ведь все-таки китайцы не выбрасывали историческое сознание своего и традиции совсем то, что на помойку пробовали, конечно, но не очень активно. Влияет ли? Вот я к чему. Влияет. Вот насколько это влияет, я не знаю. На 100% вам может быть надеяться. Может быть, даже наоборот. Вы знаете, может быть, даже поступки, которые мы совершаем, уже есть. Вот я горжусь тем, что мы сейчас этот комитет смогли создать и начали эту деятельность. Это, наверное, означает, что мы, уже изменив свое сознание, приступили к конкретной деятельности на основе измененного сознания. И мы не пытаемся что-то уничтожить, мы не пытаемся что-то изменить. Мы пытаемся восстановить то, что было сделано нашими предшественниками. Пытаемся создать у наших детей, которым и так много ценностей рушится на глазах, восстановить какие-то ценности, которые у их предшественников, у их прадедов, у их прапрадедов были доминантными, эти ценности. Может быть, в этом какой-то путь? Это главная идея. Это главная идея, конечно. Почему? Потому что на самом деле мы все последние годы, вплоть до 2000-х, мы занимались разрушением. Мы разрушили советское государство, мы уничтожили почти всю экономику, весь потенциал экономический. У нас осталось две трубы и один провод, и немножко еще столетийная промышленность, и уголь добываем. Все, лес продаем. Нам сейчас надо заново все создавать, новую промышленность. Причем промышленность, в которой будут задействованы молодые люди, наши выпускники, наше поколение новое. И мы не можем надеяться сейчас ни на Америку, ни на Китай, ни на кого. Мы должны надеяться только на себя. То есть вы говорите о том, что для того, чтобы сдвинуться с мертвой точки, надо начать с человеческой души, человеческого сознания. Спасибо большое, что пришли. Время наше, к сожалению, подошло к концу, а тема на самом деле большая и сложная. Спасибо большое, что пришли. Спасибо большое, что поговорили. И вам большое спасибо, уважаемые телезрители, за внимание. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова